Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. О том, что происходит в нашем округе, расскажу я, Олеся Попова, и мои коллеги. Далее коротко об основных темах. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский посетил амбулаторию поселка Развилка. Мы договорились с руководством Видновской больницы о том, что будут регулярно проходить встречи с жителями. Военно-патриотическая игра «Юнармия вперед» прошла в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Каждый юнармейец открывает любой из имеющихся погон, называет званием. В Видном стартовал чемпионат России по мотоболу. Для нас этот год особенный. Это юбилейный год нашей родной, любимой, золотой команды по мотоболу, команды металлур. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский с рабочим визитом посетил амбулаторию поселка Развилка. Он познакомился с работой медицинского учреждения, побеседовал с персоналом, местными жителями и представителями депутатского корпуса. С какими просьбами обращались к главе округа, узнал Максим Козлов. Экскурсию по зданию амбулатории в Развилке для главы округа Алексея Спаского проводит заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатурина. За последние годы для учреждения сделано многое. Проведен ремонт, настроен процесс приема жителей узкими специалистами, завезено новое оборудование. До этого был очень старый рентгенаппарат. Много лет они просили, жители поселка Развилка и им была проведена замена. В поселении идет активное жилое строительство и год от года количество прикрепившихся растет. Сейчас их более 13 тысяч человек. Нередко от жителей поступает просьба построить новое здание амбулатории. Но у медиков свой взгляд на этот вопрос. Думают жители, что построив новое здание, оно будет улучшить как-то качество оказания помощи. Хотя об этом и ошибаются. Ведь не важно в каких стенах, а важно именно как осмотрел врач, как он поставил диагноз, какие дал рекомендации, как он его диспансерно наблюдает. То есть в принципе даже это маленькое помещение по площади вмещает такое большое количество специалистов. И выездные формы бригад, терапевты, есть педиатры. То есть тот необходимый набор специалистов для амбулатории здесь в достаточном объеме. Впрочем, есть и более насущные проблемы, которые озвучили местные жители, сами врачи и представители депутатского корпуса. Раньше в Развилковской амбулатории был кабинет стоматолога, но потом его убрали. Глава пообещал решить вопрос в кратчайшие сроки. Стоматолог номер 1, да? Да. Обязательно. Так хотелось бы, чтобы восстановили. Ну вот честное слово, я вот вам говорю, просто жизненный момент. То есть стоматолог мы приняли, мы сделали. Еще один вопрос, который будет решен в ближайшее время – прием узких специалистов. И сейчас они посещают амбулаторию в Развилке по графику, составленному ВРКБ. Но жителям хотелось бы сделать эти выезды более частыми. Главным же результатом поездки главы стало решение об организации постоянных встреч с гражданами для получения обратной связи. Мы договорились с руководством Видновской больницы о том, что будут регулярно проходить встречи с жителями для того, чтобы вскрыть глубинные проблемы. Вот эти встречи начнем буквально с сегодняшнего дня. И, наверное, спустя месяц-другой все-таки пытаемся проанализировать проблемы. Практически сразу после визита главы в амбулаторию в Развилковской библиотеке состоялась встреча с жителями. В ней приняли участие заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова, главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев и его заместитель Елена Зинатулина. В ходе почти часового общения граждане смогли получить ответы на самые разные вопросы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Клирики Александра Невского храма города Видное посетили стационар Видновской районной клинической больницы. Священнослужители поздравили с праздником Пасхи пациентов и медиков красной зоны. Иерея Анатолий Фадеев и Дмитрий Топчев в день посещения многопрофильного коронавирусного стационара мало чем отличались от работников Видновской районной клинической больницы. Поздравляю с праздником Светой Христовой Пасхи. Давайте поправляемся. Дай Бог здоровья. Клирики Александра Невского храма города Видное поздравили каждого пациента с великим праздником Пасхи. Люди были рады такой духовной поддержке. Особенно она была необходима Ангелине Стаховой. Она оказалась в больничной палате после тяжелейшей автомобильной аварии. Благодаря квалифицированной помощи медиков сейчас 38-летняя женщина идет на поправку. Батюшки-то вообще молодцы. Это просто здорово. Даже поднимают наоборот желание быстрее выздороветь и вообще шагать только вперед. Посещением стационара миссия священнослужителей не ограничилась. Клирики Александра Невского храма вручили небольшие подарки медикам, видновских, взрослых и детских поликлиник, а также перинатального центра. Наталья Буслаева, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях Светлана Глоба, заведующая дошкольно-школьным отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы. И мы поговорим о неделе иммунизации. Здравствуйте, Светлана Александровна. Расскажите, во-первых, что такое неделя иммунизации? Спасибо вам большое за интерес к этой теме. Сама по себе иммунизация очень важна в жизни человека. И вот неделя – это как раз повод напомнить родителям о том, что необходимо довести какую-то иммунизацию до конца, может быть, о которой они забыли. Светлана Александровна, сейчас очень много у нас появилось антипрививочников, людей, которые видят в прививках угрозу. Говорят, что может разрушить иммунитет ребенка, что прививка от кори может развить аутизм, даже что там консерванты какие-то входят. Вот развейте эти мифы, пожалуйста, или, может быть, подтвердите? Что касается аутизма при коре, статья была написана английским доктором в уважаемом журнале «Ланцет», английский журнал медицинский, но в дальнейшем были проведены исследования. Статья была лженаучной. Впоследствии в журнале «Ланцет» было опубликовано опровержение этой статьи. Не является вакцинация от кори стимулом к развитию аутизма у детей. Затем про консерванты. Могу сказать следующее, что ранее родителей пугало то, что в вакцину входят консерванты. Например, мертиолят входил в такие вакцины, как АКДС. После того, как у нас развелось движение антипрививочников, люди стали отказываться из-за этого от вакцинации. Пришлось заменить мертиолят алюминием, солью алюминия. Но хочу сказать, что алюминий, как мы все знаем, в таблицу Меделея входит и распространена довольно-таки широко и в природе, и в косметических средствах, и даже в продуктах питания. И человек с продуктами питания получает намного больше алюминия, чем содержится в одной дозе вакцины. Поэтому консервантов вакцины бояться не нужно. Сама по себе вакцина, она не снижает иммунитет, а даже в какой-то мере укрепляет его за счет того, что организм начинает работать, иммунные клетки вспоминают, что нужно работать, начинают активно вырабатывать иммунитет. Поэтому вакцинация является важным и надежным средством предупреждения вакциноассоциированных к заболеванию детей. Сейчас, насколько я знаю, появились и прививки от COVID-19 для подростков. Они есть еще в наших поликлиниках? И насколько актуально сейчас, в наши дни, еще прививать подростков этой вакциной? Вакцина от COVID-19 для подростков есть. Она называется GAM COVID-VAC-M. Очень важна, потому что уровень коллективного иммунитета сейчас снизился до 45,7%. Это очень низкий уровень. Он хотя бы должен находиться на уровне 85-90%. И сейчас эпидемиологи ожидают всплеск новой волны коронавируса. Это конец мая, июнь месяц. Желающие могут подойти в 206-й А кабинет с 8 до 8 вечера, чтобы сделать прививку своим детям. А со скольки лет вакцины для подростков? С 12 до 17 лет включительно. А расскажите, сейчас достаточно много все-таки в наших краях, как и по всей России, беженцев. Они могут воспользоваться этой неделей иммунизацией? Могут воспользоваться российскими прививками от COVID-19? Или пока что нет такой возможности? Да, у нас есть дети, родители которых приехали из ЛНР, ДНР, и утрачены медицинские документы. Есть риск завозного полиомиелита и завозной кори, то этих детей мы в первую очередь прививаем от этих двух инфекций – полиомиелита и кори. И в дальнейшем, если неизвестен прививочный анамнез, продолжаем прививать от других инфекций. Дети, беженцы прививаются у нас без страхового полиса, бесплатно совершенно. Давайте подведем итог. До какого срока будут продолжаться эти недели иммунизации? И вот какие обязательные прививки, которые следует поставить каждому ребенку, в какие сроки? Неделя иммунизации – это неделя, она конкретно неделя, вот она сейчас идет. Прививки у нас 11 прививок. Первая прививка проводится сразу в первые 12 часов после рождения ребенка от гепатита. Затем на 4-6 сутки проводится вакцинация БЦЖ – это прививка от туберкулеза. Затем в календаре прививок обязательными являются прививка от пневмококковой инфекции – это привинар-13. Коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, вирусный гепатит, как я уже говорила. В год курь протит краснуха. Хорошо, будем надеяться, что наш сегодняшний разговор как-то переубедил некоторых антипрививочников и что люди услышат и придут, поставят прививки своим детям. А я напомню, что сегодня мы говорили со Светланой Глоба, заведующей дошкольно-школьным отделением детской поликлиники Видновской районно-клинической больницы. Сотрудники ГИБДД по Ленинскому городскому округу провели семинар по безопасной перевозке организованных групп детей. В нем приняли участие руководители школ и детсадов, а также представители транспортных фирм. В преддверии государственных экзаменов, последних звонков и летних каникул педагогам напомнили, что необходимо уведомлять ГИБДД перед каждой поездкой групп школьников. Также важно сообщать правоохранителям о маршруте и техническом состоянии автобусов, чтобы избежать несчастных случаев. За этот год произошло два дорожных транспортных происшествия с участием автобусов при организованной перевозке групп детей. Первая произошла в республике Карелия, рай на 10 детей. Второе дорожных транспортных происшествий произошло у нас в республике Мордовия 10 апреля 2022 года, в котором пострадало 3 человека, 2 из них дети. В Ленинском городском округе ежегодно проходит по несколько сотен организованных поездок школьников. Сотрудники ГИБДД напоминают, что такой считается поездка, в которой участвуют 8 и более детей. Военно-патриотическая игра «Юнармия. Вперед!» прошла в музее-заповеднике Горки-Ленинске. Отряд юнармейцев соревновались за звание лучшей команды Московской области. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Территория музея-заповедника Горки-Ленинске уже в четвертый раз стала гостеприимной площадкой для проведения молодежной военно-патриотической игры «Юнармия. Вперед!», посвященной 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я хочу огромное спасибо сказать вообще Ленинскому городскому округу. Я хочу огромное сказать руководству Горок-Ленинских. Они с нас не берут за аренду ни копейки. Ну, а более, я бы даже сказал, намоленного места для проведения военно-патриотических игр, наверное, сложно представить. Ну, наверное, только на Красной площади, наверное, было бы антуражнее. После торжественного открытия 120 отрядам из Москвы и городов Подмосковья предстояло пройти 10 испытаний на силу, выносливость, ловкость и эрудицию. Ленинский городской округ был представлен тремя командами. Тренировки у нас проходили по часу в день. Почти всегда это было на физкультуре. Иногда у нас забирают других уроков. Приходили на выходных, тоже занимались. На смотре строя и песни была важна синхронность движений и коллективная энергетика. Ребята ответственно готовились и репетировали, чтобы показать, на что они способны. Наша команда собралась не так давно, но уже сплочилась, если так можно сказать, стала дружной. Сложностей никаких не видим. Идем к своей цели, к победе. На другом этапе участники команд должны были показать свои знания в области воинских званий. Причем сделать это за отведенное время. Каждый юнормеец открывает любой из имеющихся погон, называет звание, он должен открыть пять погон. Каждый погон или каждый правильный ответ – один балл. Каждая команда состоит из семи человек, причем минимум трое из них – девушки. Но во время прохождения этапов игры им не делается никаких скидок. Все задания они выполняют наравне с юношами. Мы всегда поддерживаем друг друга, любим друг друга, помогаем постоянно, в трудную минуту, везде. И даже вне тренировок, если нужна какая-нибудь помощь, мы, конечно же, все поможем друг другу. Одно из самых зрелищных испытаний – прохождение полосы препятствий. Погодные условия создали дополнительные сложности, но ребят это не испугало. Мы сейчас прошли этап полосы препятствий. В принципе, тут, если приготовиться, то ничего сложного нету. А так, чтобы взбодриться, можно пройти еще раз. По итогам соревнований лучше всех себя проявила команда патриоты «Подолье» из городского округа «Подольск». Они и стали победителями игры. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ученики Калиновской общеобразовательной школы, их родители и педагоги в ходе экскурсии в историко-культурный центр посетили сразу две выставки. Пока дети изучали историю родного края, взрослые приобщались к прекрасному. Перенестись на 3000 лет в прошлое, побывать в гостях у вятичей, узнать о бытии жизни наших предков, разбить войска Наполеона на землях Видновского края. Для 13 ребят из Калиновской школы сотрудники историко-культурного центра провели краеведческую экскурсию. «Стараемся делать им интерактив. Это то, что они могут потрогать руками, в чем они могут поучаствовать. В частности, они очень любят кромысла, в горшках носить щи и кашу, беря ухват, очень любят смотреть лапти, потому что все это старинные предметы, а дети очень любят трогать старинные предметы». Ученики Калиновской школы – частые гости историко-культурного центра. Но вот ребята из 2-го и класса здесь впервые. «Фашистов разбили? Да! Завод построили? Да! Город построили? Да! Похлопаем нашему городу!» А пока школьники слушали историю родного края в соседнем зале, для их родителей и педагогов сотрудники ИКЦ провели экскурсию по экспозиции «Воскресенье» Александра Нечаева. Про художника, творящего под псевдонимом Ниголь, мы рассказывали в одном из наших сюжетов. Александр уже выставлял свои работы в стенах историко-культурного центра в рамках сборной экспозиции «Мир глазами земляков». На этот раз персональная выставка художника насчитывает около ста полотен. Александр Нечаев учился у великих художников, у таких импрессионистов, как Ван Гог, Мане, а еще его любимый художник – это Левитана, русский художник. Но участь у этих художников он все-таки приносит свое. Это не Ван Гог, но в то же время, посмотрите, какой объем. Помимо классических натюрмортов и пейзажей, здесь немало необычно глубоких и злободневных работ притчей, сопровождающихся цитатами из любимых литературных произведений художника. Именно сочетание слова и визуального образа помогает погрузиться в истинный замысел автора, услышать его послания современникам и потомкам. Очень понравилось, очень. Такие работы живые, наша земля показана, наши земляки, в общем-то недалеко от Москвы, скажем так, но вся жизнь прям освещена ярко. Очень интересно рассказывали, очень интересный экспрессовод. Мы приедем сюда еще обязательно снова. С новым гостей историко-культурного центра получили массу впечатлений от экспозиции и пообещали вернуться сюда еще не раз. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В городе Видное состоялось торжественное открытие чемпионата России по мотоболу. «Металлург» на домашнем поле встретился с командой «Кировец» из станицы Полтавской Краснодарского края. С каким настроением спортсмены открывают новый сезон и с каким счетом завершился первый матч, расскажет Юлия Погасьян. В прошлом году команда «Металлург» в 34-й раз стала чемпионом СССР и России по мотоболу. По традиции в начале нового сезона «Хрустальную вазу» передают действующим победителям. У видновчан она будет храниться до завершения турнира. С открытием нового спортивного сезона, с чемпионатом России по мотоболу. Для нас этот год особенный. Это юбилейный год нашей родной, любимой, золотой команды по мотоболу, команды «Металлург». Гордость нашего города, гордость каждого, кто вступил на землю видновского края. Мы от всего сердца желаем новых и новых побед. Первая игра прошла на домашнем поле. «Металлург» встретился с командой «Кировец» из станицы Полтавской Краснодарского края. Для гостей это дебют в чемпионате. Первый период играли, как они сами себя называют, ветераны. Во втором на поле вышла молодежь, но продолжила показывать прекрасный результат. Четвертый период «Металлург» начал со счетом 13-0. Забили буквально сразу 14-й гол, но на минуту удача отвернулась от «Витовчан». Результат 14-1. Такой резкий старт можно объяснить хорошей предсезонной подготовкой «Металлурга» и боевым настроем игроков. Учитывая то, что команде 50 лет, уже сложился определенный ритм, график подготовки, тренировок предсезонной подготовки. Поэтому мы его уже много лет не меняем. То есть, как мы начинаем в первый день после Старого Нового Года. И так продолжают по две тренировки в день, каждый день. Завершился матч со счетом 14-2. Под конец «Кировцу» удалось еще раз пробить ворота «Металлурга». По мнению руководства «Витовского клуба», гости для своего уровня подготовки показали хороший результат. Игра получилась зрелищная. Восторга моря, столько эмоций, шум моторов, да, такие дети прекрасные сегодня в перерывах выступают. Очень все здорово. Я рада за нашу команду. Впереди у «Металлурга» Кубок России, который пройдет с 1 по 7 мая в городе Ковров Владимирской области. От видного до места проведения соревнований около 300 километров. Поэтому игроки приглашают земляков провести праздники на выезде и поддержать родную команду. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в курсе событий вместе с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова